Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги «Судей» или «Книги вождей», как я ее в своем переводе называю, читаю для портала «Экзегет». Она продолжает историю Гидеона или Ерубаала. Шестая глава была предысторией. Вот мадианитяне вместе с другими народами угнетают израильтян, постоянно на них нападают, отнимают весь урожай, вообще все вытаптывают, угоняют, режут скот. Кошмар, жить так невозможно. И молоденький парнишка Гидеон, который ничем не примечателен, вдруг встречает ангела, который говорит, а вот ты-то избавишь свой народ. Он не верит, он ждет чуда. И чудо ему является три раза сначала сгорает от одного буквально движения ангела то, что Гидеон приносит ему как еду. Потом два раза чудо с росой, такое маленькое-маленькое чудо. Давайте, Господи, все-таки мы уточним. Вот роса на шерсти будет, а вокруг не будет, значит, это от тебя весь. Да, но вдруг это случайно. Давайте на следующее утро наоборот. На шерсти не будет росы, а вокруг будет. О, оказывается, все-таки это на самом деле чудо. Вот Гидеон нерешительный юноша, который никак не возьмется за эту роль предводителя израильтян. В 7 главе уже ему деваться некуда. Но что интересно, история Гидеона, это вот история про сила моя в нем еще совершается. И это будет еще и еще раз подчеркнуто. Ерубал, то есть Гидеон, у него два имени, в 6 главе это пытались объяснить, вместе со всем своим войском выступил рано утром и расположился в лагере Вен-Хар-Ода. Ама-одинитяне стояли к северу от него, в долине у холма Море. Но диспозиция, которую мы сегодня уже не очень понимаем, но это неважно. Два войска готовятся к бою. Сказал Господь Гидеон, слишком много с тобой народа. Я не могу предать в их руки мадинитян, не то станет Израиль прославлять себя самого, а не меня. Мол, сам он одержал победу. Вот что ты должен объявить народу. Кто страшится и пугается, пусть вступает прочь от Гидеона. Тогда ушло 22 тысячи человек, а 10 тысяч осталось. Ничего себе, войско готовится к битве, выходит, полководец и говорит, кому страшно, идите домой. И уходят две трети. 22 ушло, 10 осталось. Зачем так делать? Наоборот, надо за градоотряды поставить, сказать, расстреляю сволочей, если не пойдете в атаку. Боятся, не боятся, пусть боятся того, что у них в тылу еще больше, чем... Нет, нет, потому что вот то, что я сейчас назвал, это значит, мы победили. А когда нас мало, но мы преданы Богу, значит, Бог победил. Но Господь снова сказал Гидеону, все еще слишком много народа, отведи их к воде, и там я сделаю выбор. На кого я тебе укажу, чтобы он шел, тот пусть и отправится с тобой, а на кого укажу, чтобы не шел, тот пусть останется. Вот интересно, Господу тоже не всякий подходит. Он видит какие-то внутренние движения человеческого сердца и, вероятно, может отделить того, кто будет говорить, это я победил, от того, кто действительно послужит орудием Господа. Гидеон отвел народ к воде. Господь повелел ему, отделив всякого, кто станет лакать воду языком по собачьей, от тех, кто будет пить, встав на колени. И тех, кто лакал воду подносея в горсть и корту, оказалось 300 человек. Остальные пили, встав на колени. Понятно, да, вот встав на колени, значит, просто наклониться к воде и просто ее пить из этого ручья, из этого водоема. Но встать на колени, значит, уже как-то вот такой жест поражения. А вот те, кто подносил воду в горсть и корту, кто стоял прямо и набирал эту воду, вот это люди, на которых можно положиться. Такой маленький признак, совершенно ни о чем не говорящий. Тогда Господь сказал Гедону, я дарую победу этим 300, которые лакали, и придам Маденитян в твои руки. Все прочие пусть возвращаются по домам. Гедон оставил при себе 300 воинов, которые взяли себе запасы остальных израильтян, и их трубы, а прочих он отправил по домам. Абсолютное безумие. Мало того, что во главе войска молодой парнишка боязливый, так еще и войска, все распустили их. Там было 30 с лишним тысяч, осталось 300 спартанцев, да, но не спартанцев. А вот для некоторых вещей не нужно много народу. Как они могут победить огромное войско? Естественно, какой-то спецоперации. Лагерь Маденитян находился ниже, в долине. В ту же ночь Господь повелел Гедеону, давай, ступай во вражеский лагерь, я предаю его в твои руки. Если же сам ты боишься спускаться, возьми с собой пуру, твоего слугу. Услышишь, о чем они там говорят? Это придаст тебе сил для нападения на вражеский лагерь. Ну и совсем уже, когда главный полководец Гедеон, хотя какой он полководец, он одновременно лазутчик, если его там схватят, убьют, то все, войско разбежится. Вот все идет по сценарию самому рискованному, самому безумному, чтобы показать, это Господь, это Господь, это Господь. Гедеон со своим слугой Пурой спустился к охране на самом краю лагеря. Мадянитяне, Амаликитяне и прочие восточные племена расположились в долине, как саранча, и верблюдам их не было числа, как песку на берегу морском. Гедеон приблизился, и вот один воин рассказывал другому сон. Снилось мне, будто катилась круглая ячменная лепешка по лагерю Мадиамскому. Налетела она шатерда и снесла его, а прокинула так, что шатер развалился. Другой отвечал ему, «Чему же это быть, как не мечу израильтяна Гедеона, сына Юаша? Предал Бог в его руки Мадянитян со всем их лагерем». Вот, оказывается, Господь насылает видения и истолкование этих видений на воинов вражеского лагеря. То есть прежде победы он отбирает, с одной стороны, те, кто вот как сталь, да, кроме Гедеона. Гедеон у нас боязливый паренек. А с другой стороны, он, наоборот, размягчает этих людей. Так что совсем не число. Услышал Гедеон, как рассказан был, сын и как истолкован. Поклонился Господу. Вернулся в израильский лагерь и объявил, «Выступаем!» Предал Господь в наши руки лагеря Мадиамский. Гедеон не верит сам, пока ему не говорят Мадянитяне, что он победитель. Вот только по контрасту с чужой слабостью духа он обретает сам силу. Ну, а дальше интересный тактический прием. Он разделил 300 воинов на три отряда. Каждому воину дал по трубе и по факелу, спрятанному внутри сосуда, чтобы до времени не светить. Он сказал им, «Глядите на меня и повторяйте за мной. Едва мы подойдем к лагерю, сделайте то же, что и я. Станем трубить в трубы, я и те, кто со мной, и вы трубите со всех сторон вокруг лагеря и кричите за Господа и Гедеона». Гедеон и сто человек с ним подобрались к краю лагеря как раз в начале средней ночной стражи. Ну, ночь делилась на четыре стражи, значит, это середина ночи. Сразу после смены охраны они затрубили в трубы и разбили сосуды, которые держали в руках. Ну, и факелы горящие стали видны. И воины в других отрядах стали трубить трубы, разбив сосуды. В левой руке у всех были горящие факелы, а в правой трубы то трубили они, то кричали меч Господа и Гедеона. А, соответственно, воевать-то они не воевали, это была психическая атака. Представим себе, мадионитяне мирно спят, тут ко всех сторон огни, трубы, 300 труб, это значит, трубач там тоже на сотню-другую человек, значит, сколько же это войско нападает. И это все внезапно, и ничего не видно, и страшно. Так стояли они по своим местам вокруг лагеря, даже не нападали. В лагере началась общая суматоха, крики и бегства. Так 300 человек трубили, а Господь по всему лагерю заставил врагов разить мечом друг друга. Они ничего не понимают, мечутся, видят человеческие фигуры, начинают мечом махать и убивать их, друг друга режут. И так они обратились в бегство до Бет-Шитты, что по дороге на Церару и к берегу, а Вельмехолы, что около Таббы. Позвали на помощь израильтян из племени Нефалима, а сиры обеих частей Моноси, там Моноси к западу и к востоку от Иордана. В Ефремово на горе тоже отправил Гедеон гонцов, чтобы передать Ефремлинам, спуститесь навстречу мадионитянам и перекройте им подход к водам Иордана до Бет-Бары. Интересно, победа одержана силами трехсот, причем специально одобранных. А вот результатами победы уже весь Израиль должен, ну не то чтобы насладиться, а поучаствовать вот в этом окончательном триумфе. То есть это не только для трехсот, это для всех. И здесь уже такая солидарность народа. Тогда схватили двух мадиамских вождей, Урева и Заева. Уреву убили у скалы, которую назвали Урев, а Заева у Давильни, названный Заев, в Давильни Винограде. Преследование мадионитян продолжалось, а голову Урева и Заева из Иордана принесли Гедеону. Ну вот, такая великая победа. А что делать дальше? Вот, как говорят, у победы много отцов, поражение всегда сирота. Как будут делить победу, и что будут дальше предлагать Гедеону, мы прочитаем восьмой главе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!